Что такое почтотех и чем занимается? Какие достижения у почтотеха? Начать можно, например, с того, что достаточно серьезный старт, у тебя очень сложная ситуация и ее как-то надо исправлять. И в первую очередь из важного такого, что можно было бы отметить, что могли многие заметить. Почтотех сделал возможность отслеживания посылок, возможность получения посылки из Китая за неделю. Или вы можете получить посылку из Питера в Москве за два дня. Но закончим, пожалуй, даже не автоматизированными сортировочными центрами, а, пожалуй, тем, что благодаря почтотеху почта — это экосистема связанных цифровых сервисов, которые часто не имеют аналогов на рынке России. Что делаю именно я и наша команда? Я системный архитектор в отделе курьерских систем и сервисов. То есть мы создаем, улучшаем решения для курьеров, чтобы эти милые, вежливые, пунктуальные люди стали еще чуточку пунктуальней. То есть мы делаем как вполне себе обычные производственные системы, например, диспетчеризацию, так и вполне уникальные штуки, такие как маршрутизатор или мобильную платформу SaaS, представляющую собой набор инструментов, позволяющих заказчику самостоятельно на базе скриптов создать оффлайн-приложения для терминала сбора данных, как почтальона или, как в нашем случае, курьера. Почтатекс стоял у истоков цифровизации почты. Можно с некоторым сомнением относиться к бренду, но скачок в цифровизацию заметен любому. Почтатекс делал невероятное. Он обеспечил прыжок от бумаги и хаоса в цифровой бизнес. Но это имело и обратную сторону. Бизнес вошел во вкус. Почтатекс – это классический вендор с более чем 50 фоллстек командами. Команды были предоставлены самим себе и подчинялись напрямую менеджерам продуктов, а те, в свою очередь, заказчикам от бизнеса. Техстек, CI, архитектура – все находилось именно внутри команд. И если на старте это помогло быстро оцифровать бизнес, то в дальнейшем с ростом. Это также привело к росту команд без соответствующего роста перформанса и повышению гетерогенности всего, разнородности всего, требований, подходов, технологий и инфраструктуры. Как результат, это time-to-market, который не устраивал никого. Ведь без адекватного time-to-market невозможно полноценно конкурировать на рынке логистики. Да и не только на нем. Кому нужны твои крутые фичи, если ты их пилишь годами? Новая команда нашего отдела начала собираться в почте менее года назад. Перед нами была поставлена задача в сжатые сроки создать новые и улучшить текущие продукты рынка E-ком и курьерской доставки. Сложности со сроками усугублялись развитыми размерами почты и большим IT-ландшафтом. По предварительным нашим оценкам, запуск продуктов занял бы порядка полутора-двух лет. Потому что в итоге те вызовы и задачи, которые перед нами стояли, это необходимость спроектировать и разработать систему высокой ответственности и с целевой аудиторией сотни тысяч бизнес-пользователей. Организовать инфраструктуру, выполнить команды, выполнить сбор команд с нуля, построить для них процессы и погрузить в эти процессы наших новых коллег. И на этапе первичной оценки, когда стало понятно, что мы не можем поддержать существующие сроки, нам оставалось признаться бизнесу усвоение состоятельности и разойтись по домам. Но мы нашли выход. Что дальше? Проблем много. Мы прошлись по командам, пообщались в первую очередь для того, чтобы выяснить, какое состояние в команд, какая у нас отправная точка. И первое, что бросилось в глаза, это то, что в командах достаточно высокая разнородность подходов и состояний. Когда начали исследовать, как это фактически работает, то в первую очередь уделили внимание процессом проектирования и разработки. Собственно, для меня это было ближе, но со временем поняли, что и другие непременно требуют внимания к себе, потому что своим несовершенством просто блокировали любые попытки изменений. В итоге мы выделили четыре группы. Это процесс управления проектами и задачами, процесс проектирования, процесс разработки и инфраструктура ECI. С осознанием этого мы взялись за дело. Решили, что в первую очередь необходимо зафиксировать целевое видение того или иного процесса или артефакта. Также из важного, что стоило всегда держать в голове, так это то, что целевое решение должно будет удовлетворять потребностям команд, то есть улучшать их производительность, а не просто изменения ради изменений. И если для двух новых команд, которые предстояло набрать, это не представляло труда, то для двух существующих уже было заметно сложнее. Там предстояло выявить и устранить гэп, при этом преодолевая вероятное сопротивление изменениям. Ну что ж, уменьшить гетерогенность и улучшить процесс проектирования не выглядели непосильными задачами. Но отдельно хотелось бы пояснить про гетерогенность, про ту самую разнородность, которую я говорю. Под гетерогенностью, под разнородностью подразумевает то, что было больше, ну в основном всегда было больше, чем один инструмент для решения подобных задач. То есть можно начать там отведение задач в багтрекере, там их порядка, их там организации. Даже сами багтрекеры были разными. То есть одна команда использовала Utrack, другая — Jira. Отличались правила описания логики в конфлюенсе. Наборы качества артефактов, которыми оперировали аналитики для передачи результатов своей работы в разработку. Нет, на самом деле хорошо, что вообще вот хоть как-то описывали, хоть как-то это заводили, потому что нередко бывает, что у тебя там задачи в голове, дай бог в блокнотике. Или описание логики — это description к твоей задаче, и в итоге твоя документация — это сумма описаний в багтрекере и реализованный код. Так, конечно, можно тоже жить, но не очень приятно. Или вот еще пример. Сквозные сценарии, протекающие через множество сервисов, могли описывать просто текстом. Ну, как сказка. И, например, на резонный вопрос, а почему бы для этого не использовать более подходящие инструменты, например, диаграмма последовательности вызовов, sequence-диаграмма, был ответ, что разработчики не умеют их читать. Так вроде ничего страшного, почему бы не он учить? Но с этим тоже справились. И в ситуации, когда было необходимо поделиться ресурсами разработки между командами нашего отдела, то есть дружественными командами, стоимость такого переключения превышала вероятную пользу от него. По сложности адаптации это было сродни переходу в другую компанию. как итог подготовки к изменениям мы сделали несколько важных вещей. в первую очередь, мы нарисовали целевой процесс. Это, в первую очередь, было нужно нам самим, чтобы понять, на каких этапах процесса мы можем оказывать влияние. получилась компиляция накопленного опыта и того, что предлагает TGAF. Далее мы описали каждую стадию, за что она отвечает, какими входящими и исходящими артефактами оперирует. Это было необходимо, чтобы каждый участник четко понимал в нем свое место и имел четко формализованные функции. Мы это сделали в двух видах. При первичном моделировании я использовал Activity, чтобы выстроить так, допустим, мне, с точки зрения разработчиков, как блок-схема. Вот у тебя четкая связь, переходы, что на этом моменте производится, что он там передает дальше, кто в этом заинтересован. В дальнейшем еще дополнительно к этому перенесли это все в большой текст и там уже более подробно расписали. То есть с точки зрения восприятия постарались, как бы, максимально понятно для, ну, условно, там, любого слоя. Также мы в явном виде разделили стадии проектирования и разработки, при этом превратив процесс проектирования в прототипирование. На этапе проектирования мы стали полностью описывать реализуемую бизнес-функциональность. То есть подробно. В первую очередь это дало возможность распараллелить разработку и тестирование. Отдельное внимание в стадии проектирования. Самое главное, что мы зафиксировали список артефактов, то есть с помощью которых будут описываться результаты проектирования. Мы остановились на наборе UML-диаграмм, ну, диаграммы последовательности, диаграммы активности, структурные диаграммы для описания диаграммы классов или компонентов. и также свагер-спецификации для того, чтобы подробно описывать именно сам контракт API-сервиса, контракт сервиса. Самое важное, что это, во-первых, повысило одинаковость восприятия результатов проектирования. И гораздо лучше, чем просто текстовое описание. Про неведомые картинки я молчу. Мы, например, могли такие вещи делать. Sequence. У нас есть набор компонент, которые друг с другом взаимодействуют. Он отображает порядок взаимодействия. Activity, соответственно, мы использовали там, где необходимо отобразить логику протекания процесса. Нередко бывает у тебя какой-нибудь метод, ну, то есть есть сервис, он закрыт методом, в котором сложная, там, условно сложная бизнес-логика какой-нибудь порядок обогащения или еще что-то. Очень удобно. И ты на этапе прототипирования понимаешь, получилось у тебя как бы довести это до конца или нет. Если ты это пишешь текстом, то восприятие целостности не гарантировано. Особенность есть, если это читает человек сторонний, разработчик или тестировщик. То есть не гарантировано понимание сценария. И самый важный результат, вот этой штуки, это целостность восприятия того, что нужно достигнуть. Но мы, собственно, на этом не остановились и дополнительно к этому стандартизовали и стали использовать. Единую структуру конфлюенса для каждой информационной системы. это, в первую очередь, упростило поиск необходимой информации, то есть упростило поиск, упростило навигацию. Я, к сожалению, не могу привести пример, потому что это корпоративная информация, но условно мы для каждой информационной системы описали, какая должна быть структура, какой должен быть набор статей. То есть раздел для N2N сценариев, в которых участвует эта система. Раздел, где находится условно системная архитектура, набор компонентов, из которых она строится, какие методы они реализуют, порядок работы этих методов. Ну и дополнительные вещи, связанные уже больше с управлением, что-то про команды, что-то про планирование. Дополнительно к этому мы реализовали единый шаблон java-приложения и базовый набор зависимости к нему. Как результат это упрощение переключения разработчика между сервисами и повышение одинаковости поведения этих сервисов. Также мы поддержали единый подход в управлении проектами, а именно иерархию задач и их жизненный цикл. Самое главное, чтобы когда мы работаем, то есть у нас отдел это несколько команд, это несколько информационных систем, которые реализуют близкий бизнес-функционал. И мы в первую очередь это сделали, чтобы у нас была синхронизация нашего производственного процесса между собственными уже командами, которая, к сожалению, ранее не то чтобы отсутствовала, но достаточно сильно буксовала. И это дало единое восприятие прогресса или состояние по разработке бизнес-функциональности в нашем отделе. Что ж, к изменениям мы подготовились и пора было начинать эти самые изменения. но сказать и сделать это не одно и то же. Нельзя просто сгрузить командам целевое видение и ждать счастья. Необходимо было помочь нашим командам перестроиться и при этом преодолевать вероятность с определенными изменениями. Самое важное, что изначально сделали, это мы написали, мы описали вот этот набор статей, дополнили их различной медийкой картинки, скриншоты, рисунки, кто что, как выглядит, зачем тот или иной компонент используется. При необходимости дополняли видеоинструкциями и прочими пояснениями. видео было полезно, например, когда с этими инструментами работают разные люди. Там и аналитики, и разработчики, и тестировщики. У всех разный бэкграунд. Прошу прощения. У всех разный бэкграунд. И хотелось бы, чтобы она была полезная для всех. Если разработчику обычно не составляет труда разобраться, как работает тот или инструмент и его гитом не напугать, то в этом смысле для аналитика уже будет посложнее. А так как они стали переиспользовать артефакты, то у них вот эта смежная работа, она увеличилась. Непосредственно по самому разделу, то есть мы сначала его разбили по целевым вещам, то есть то, что связано с аналитикой, проектированием, с разработкой и тестированием. Раздел тестирования у нас в основном ребята с тестированием наполняли. То есть с точки зрения разработки мы, например, туда ставили пожелания. То есть вот, например, у нас есть переходный этап, когда что-то тестировщики отчуждает. Это обычно баги. Вот. Соответственно, чтобы с багом поработать, хочется от него какой-то вид. И так как не было какого-то стандарта, никакой договоренности, мы их там описывали. То есть мы описали от нас желания, а уже ребята с тестирования, кто лидит процесс. Ну, условно, отлили это в граните. С точки зрения аналитики и разработки, то есть здесь в первую очередь фундаментальные процессы. То есть что-то со мной не так, прошу прощения. Это в первую очередь описали фундаментальные процессы. То есть как мы будем взаимодействовать, как мы будем себя вести, как эти артефакты должны выглядеть, в какой нотации описывать, куда, как их складывать. вплоть до каких-то стилистических вещей. Потому что, например, если вы знакомы со свагер спецификациями, мы используем ямлики openapi 3.0 или 3.0 плюс. Соответственно, стандарт позволяет достаточно гибко описывать. То есть он тебя не вынуждает многие поля прямо специально писать. То есть если для методов он может попросить написать там description, то для полей нет. так как модели достаточно сложные, то мы и не всегда можно дать адекватное название или иногда тяжело дать адекватное название. Мы, например, сказали, что для всех полей должен быть description. Вот. Чтобы у людей не возникал вопрос, как бы, что именно там еще должно быть, мы прямо описали, какие должны быть поля при описании там, стиль и прочее. Вот этот вот раздел он как раз именно про поведенческие вещи. Дополнительно к этому, на базе одной из информационных систем мы подготовили референсное решение по применению нового подхода. То есть мы привели структуру пространств GTA, Confluence, Jira к целевому виду. Самое важное, что это был отличный показательный пример, чтобы люди могли прийти и посмотреть, вот как вот это сделано. Ведь лучше один раз увидеть и сделать так же, чем ходить и выдумывать. Дополнительно к этому, мы провели для всех команд, обучающих курс по проектированию. Самое важное, что за счет этого мы быстро усреднили знания по тем инструментам, артефактам и процессам, которые хотели применить в целевом процессе. Мы просто спроектировали небольшую систему. То есть, соответственно, в рамках задания ребята потрогали те самые UML, Sequence, Activity, Swagger Spec. Задача хоть и была полностью синтетическая, но зато был отличный результат. Базовый минимум усвоили все. Ну и плюс остался неплохой накопленный материал, к которому всегда могут ребята вернуться. Отдельно хотелось бы еще про референсное решение рассказать. В качестве референсного решения мы выбрали информационную систему, которая как раз проектировалась с нуля. Это легкая отправная точка, быстрый старт. Мы, в первую очередь, подготовили структуру пространства. Как я уже сказал, GTA, Confluence, Jira. Мы завели структуру, ожидаемую в Confluence. Мы перенесли туда текущие результаты, аналитики и соответствующие артефакты. При создании задач в Jira мы сразу ссылались на ранее созданные статьи в Confluence. Дополнительно к этому мы описали шаблон создания задачи. Вот Jira, какие поля и как заполнять. То есть мы сделали небольшой объем, но именно в том виде, в котором хотелось бы, чтобы делали дальше и остальные. Это заняло порядка недели. А вот уже сама адаптация ребят на этот процесс, на новый, заняла порядка 2-3 месяцев. Как итог, мы стали переиспользовать одни и те же инструменты для решения одинаковых задач. То есть мы не распылялись, изучали что-то одно, но очень хорошо. Экспертиза начала копиться концентрированно. И это был заметный буст для оптимизации сроков. Это проектирование стало выдавать артефакты всегда одинакового качества. И, в первую очередь, это позволило распараллелить работу разработки и тестирования. Получив задачи, разработчик QA и DevOps, в принципе, всегда знает, как должно себя вести решение на уровне реализации, интеграции жизненного цикла. Из важных вещей, которые еще хочется отметить, вот то, что заговорили на одном языке, ребята стали все одинаково воспринимать используемые артефакты. То есть не нужно было при взаимодействии команд пытаться это как-то адаптировать, потому что все стали делать все одинаково. За счет того, что мы стали это все описывать в документации соответствующим образом, то экспертиза по знанию системы, вот этот набор компетенций, он переехал, он переехал из головы, он переехал из неведомых источников того же кода, он полностью переехал в документацию и, опять же, единым образом воспринимаемый артефакт. Также для оптимизации мы разработали средства автоматизации, которые позволили стандартизовать все сервисы, элементы систем, а также берущие на себя часть рутинных задач разработчика, аналитика или тестировщика. Например, мы сделали генерацию Java-проектов, генерацию тестов или, я говорил про те факты аналитики, и что мы к ним имеем некоторые требования. Мы сделали автоматизированную проверку этих требований. Итогом нашей работы стал сквозной автоматизированный процесс, связывающий все роли и компетенции в команде. Мы вложились в автоматизацию и стандартизацию всего, вместо того, чтобы размазывать ресурсы по проектам. Мы готовились к разработке порядка трех месяцев, обучая людей новому подходу и учаясь сами. В итоге у нас получилось собрать команды со средним уровнем компетенции и сократить сроки конечной поставки продуктов примерно с полутора-двух лет до 6-12 месяцев. Ну, собственно, не все так гладко и стоит иметь в виду некоторые особенности примененного подхода. Первое, на мой взгляд, самое важное. Это необходимость наличия крепкой аналитической компетенции в команде и перенос функций проектирования от разработчика аналитику или системному архитектору. То есть на этап предыдущий. Не обязательно прямо на эти роли. Следующее, это некоторая сложность погружения квалифицированных разработчиков в процесс. Процесс, который сам по себе ограничивает творческую составляющую. Ну, так как набор технических решений, которые можно применить, ограничен. Возвращаясь к шаблону Java-приложения. Но, с другой стороны, такой процесс дает возможность человеку с широким набором компетенций легче переключаться между этапами, что позволяет не застаиваться на месте и не перегорать. Здесь я могу, например, сказать про себя. Вот мне нравится проектирование, но мне также нравится писать код. За счет того, что мне хватает квалификации полноценно участвовать в проектировании, создавать артефакты, их валидировать, ревью проводить. Также мне до сих пор хватает квалификации спокойно писать код и его валидировать, проводить код-ревью. И я, например, не люблю на 100% на очень долго погружаться в проектирование. Ну, не угасла страсть к разработке, и поэтому, как бы, возвращаясь, может быть, там, нерегулярно, но немного попишешь, и это очень, как бы, приятно и отдушно. Это сильно лучше, чем зависать долго на проектировании. Я, как минимум, по своему более раннему опыту могу судить, когда нам приходилось достаточно большие процессы проектировать, и при этом у тебя есть ресурсы разработки, которые нужно все время грузить, и ты вот просто не имеешь никакой возможности пописать. Да, могут выручать пед-проекты, но это очень ситуативная вещь, на которую иногда может не хватить сил. А работа вот там, хотелось бы, чтобы хватило. Еще хотелось отдельно немножко про сопротивление рассказать. Здесь, в общем-то, все как всегда, когда ты предлагаешь много нового, запросто от восторжевого принятия до агрессивного отрицания. И как в моем случае фразы типа «Вы что из нас биороботов хотите сделать?» Разработчики, привет. Я бы и рад иметь пару роботов. Они бы сидели, ДТОшки описывали, самую нудную работу делали. Но сейчас это можно по-другому автоматизировать. К сожалению, не обошлось и без увольнений. Один товарищ ушел со словами, что этот подход, утопия, по его мнению, не реализуем. То есть он ему, по его словам, нравится, но, говорит, результата не будет. Окей. Другой ушел, потому что ему обещали полную свободу в выборе технических решений. А тут такое. Жесткие рамки. К этому тоже нужно быть готовым. Что не все примут, а, возможно, и кто-то уйдет. Из положительных моментов могу, например, отметить, что за счет легкости разработки, так как у тебя решения и логика продуманы заранее, у нас получилось так, что одна команда разрабатывает сразу параллельно две информационные системы. Лид и пять разработчиков уровня JunePlus-Middle. И не пришлось это заваливать десантом условных сеньоров, чтобы оно завелось. Эти две информационные системы уже введены в эксплуатацию. А еще для особо творческих разработчиков EQA мы сделали возможность разработки и поддержания собственных технических решений и общих библиотек. Самым важным результатом такой работы является избавление от рутины своих же коллег и помощи. Например, автоматизация проверки артефактов аналитики. То есть если ты это можешь сделать, то почему бы это не сделать? Это у тебя удешевляет резко ревью. Что ж. На данном опыте мы увидели, какой эффект может принести экстремальная стандартизация. В этом аспекте мы по-другому взглянули на процессы в команде. Если что-то повторяется больше двух раз, это проще автоматизировать. И речь не только о CI или тестировании, речь и о жизненном цикле архитектуры, исключение из работы девелоперов рутинных задач и тому подобное. Далее мы планируем развивать свой подход. И если сейчас это дает эффект на уровне трех-четырех команд, то в дальнейшем, с включением в подход корпоративной архитектуры, мы планируем получить эффект на уровне уже всего предприятия. Это уже другая, более серьезная история. В первую очередь здесь нужно будет изучать состояние процессов других команд, чтобы не решать не существующие проблемы. Также необходимо будет подготовиться к нескольким планам адаптации в зависимости от степени запущенности, особенностей технологических решений, процессных решений. Да и вообще наличие такой необходимости. Ведь, например, если систему планируется вывести из эксплуатации, то, вероятно, ее и трогать не стоит. Как итог, очень важно отметить для себя, что это не серебряная пуля. Как и любой другой большой сложный инструмент, он требует понимания применимости и адаптации на ваши реалии. Если вы решились на большие изменения, то стоит подготовить план адаптации. Очень важно помогать вашим коллегам преодолевать предлагаемые изменения. Это очень сильно помогает избежать лишнего сопротивления и вероятных негативных факторов в виде, как я сказал, увольнений. Также отдельное внимание стоит уделять автоматизации рутины и избавлению от нее ваших коллег. Ну и обязательно запаситесь терпением. Спасибо. Коллеги, вопросы? Спасибо за доклад. Меня зовут Станислав. Такой вопрос. Что вы делаете с Legacy-системами? Как планируете их адаптировать? Спасибо. Да, отличный вопрос на самом деле про Legacy-системы. Это то, от чего ты не можешь отказаться в моменте, потому что, вероятно, это могут быть высокие затраты на то, чтобы взять и так резко переключить. Тебе нужно заполнить большой гэп. Но, допустим, если вспомнить, что мы имеем в процессе два этапа проектирования и разработка, каждый внутри со своими процессами, то здесь идет поэтапный переход. В первую очередь, это как Cloud Ready, Cloud Ready, Cloud Native. В первую очередь, чтобы они были готовы к этому процессу Ready, и они построили именно процесс проектирования. Он при этом не задевает текущие Legacy, как сам код, но улучшает, в первую очередь, процессы поставки. И ты начинаешь накапливать критическую массу улучшений. Ты имеешь полноценную богатую документацию. И артефакты – отправные точки, с которых уже можно начинать выращивать либо новые сервисы, которые будут расширять систему при ее развитии, либо делать потихоньку им замены и отщипывать куски. Вот примерно такой план. Антон, спасибо за доклад. Меня зовут Артур, я из компании Natech. У меня два вопроса к вам. Первый связан с тем, насколько вообще оптимизация, которую вы описали, влияла на обычный процесс производства. То есть действительно ли такая оптимизация ощущалась, что пришлось жертвовать какими-то бизнес-целями для того, чтобы сейчас оптимизировать работу команды? Или же она как-то могла безболезненно идти параллельно? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что вы акцентирули момент на том, что вы активно помогали командам внедрять изменения, которые вы предлагали. Хотелось бы понять, какими методами были ли это встречи с командами, встречи one-to-one. Чем вы пользовались? Спасибо. Хорошо, начнем с первого. Ну, для себя проблему я разглядел не сразу. То есть я прихожу туда конкретно специалистом, системным архитектором. Я что хочу? Я хочу проектировать. Это как если бы вы пошли на тренировку и хотели бегать, но вы выходите, а там вместо вашей классной дорожки, в кроссовках, все отлично, там болото, например, или ямы. Вы пытаетесь бежать и по пути понимаете, что здесь бежать нельзя. Это как бы проблема. Тренировка превращается не в тренировку, а в какое-то там угадывание, куда я попаду в следующий раз, в какую яму ухну. И получается, что вы не можете погрузиться хорошо в свой процесс проектирования, потому что вы вынуждены преодолевать неведомые препятствия. Как у меня было. То есть мы упирались в что-то, что вот не хотелось упираться. Мы непонятно было, как там артефакты там сверху получать. Какие требования мы должны к ним предъявлять. То есть что мы там должны отдавать дальше. Какие требования они там предъявляют. По сути, ты каждый раз какую-то кастомную работу делаешь. Это высокие затраты с точки зрения твоего мыслитоплива. Ты не преодолеваешь бизнес-задачу, а ты преодолеваешь сопротивление. Ты менее эффективен, ты от этого устаешь. Поэтому этот процесс, он в первую очередь нам помог понять, что вот есть границы, вот есть наше проектирование. Так вот, чтобы мы могли спроектировать, нам нужно то-то, то-то, то-то. И соответственно, когда к нам приходит бизнес-постановка, мы уже знаем, что мы от нее хотим. Мы понимаем, можем мы это сделать или нет. Можно ли вообще с ней работать, ну хотя бы на уровне обсуждения. Также для разработки, за счет того, что мы четко выстроили набор артефактов, которыми оперируют разработчики, им стало сильно легче. Это вот те, кто именно перешел на полный процесс. То есть они получают набор артефактов, задачи. Они условно шаблонизированы, они выглядят одинаково и отличаются только контентом. То есть именно само действие. То есть ты выходишь на пробежку, на отличный трек, и ты просто выбираешь вариант тренировки, а не прыгаешь по болоту. Насчет второго. По поводу адаптации. Здесь все. One to one тоже. То есть хорошо. Персональная поддержка. Но нет смысла в ней отказывать. Она всегда нужна. Какие-то общие коллективные массовые вещи. Они тоже им нужны. Они неэффективны. Массовые вещи – это ты закладываешь бейзмен, фундамент. Мы для этого как раз проводили обучение и писали статьи. То есть вот этот структурированный раздел и ивенты, связанные с тем, чтобы рассказать про его контент, они как раз были связаны с тем, чтобы заполнить фундамент. One to one или мы даже небольшими группами, когда проводили обучение, мы разбили всех на небольшие группы. Мы их группировали по принципу. Один лид, ну типа тим лид, разработчик. Не обязательно какие у него лычки. И один или два, пусть три, аналитика. И они работали совместно в процессе. Когда работает аналитик, у него нет таких же крутых компетенций, как у вас по разработке. Он зачастую не знает, как работать у или иной технологическое решение. Зато он знает, как хорошо описывать требования. За счет этого мы сделали такие микрокоманды, которые решали небольшие синтетические задачи и прошлись. То есть они попробовали на себе, в таких тепличных условиях пройтись по этому процессу, который мы предлагаем. И создать эти артефакты. И это подвергалось ревью и обсуждениям. Не только с точки зрения конечности решения, ну что типа правильно поняли процесс. Но также стилистически, потому что у нас есть внутренние требования. То есть полностью все. Поэтому из того, что ты спросил, мы собственно все и реализовали. То есть было и массовое на весь отдел презентации. И записывали к этому дело видео по обучению. И по небольшим группам. И персональная поддержка. Антон, спасибо за интересный доклад. Меня зовут Валерий. Вопрос такой. Вот у вас конечная цель стандартизация, а в начале пути у вас был там зоопарк, как вы говорите. Кто-то использует жиру, кто-то использует U-Track. Как собственно происходило принятие решений? То есть кто-то там один говорил, так ребята, вот с нынешнего дня пользуемся только вот этим инструментом и все. Или допустим команды сами договаривались. То есть ребята, вот что вам удобно, тем и пользуйтесь, но что-то одно. А договаривайтесь сами. Вот как достигалось вот это вот стандартное одно решение? Спасибо. Мне очень любят такие вопросы. Это в каком-то смысле даже, может быть, болезненная тема. Это то, как происходит изменение, то, как происходит выбор того или иного. Потому что, с одной стороны, у тебя есть как бы сложная отправная точка, но в нее как-то попали. И вероятно попадание в эту точку – это как раз легкость выбора любым человеком, любой технологии, любого инструмента. И, соответственно, чтобы это побороть, нужен некоторый антагонизм для этого, обратную штуку. И мы, ну, не могу сказать, что там прям один человек говорил, что типа джиры-джиры-джиры, или там джава-джава, там никаких других технологий. Но в первую очередь мы проанализировали инструменты, которые у нас есть, которыми мы дальше можем владеть, поддерживать. Потому что, ну, у компании есть свои цели, они что-то купили, у них купили каких-то спецов поддержки, что-то мы правда можем поддержать. А что-то, допустим, там, ну, на уровне ПТА и лучше, на проекты лучше выбросить. То есть небольшой коллегией, в которую, как бы, входили и ребята с управления, в первую очередь начать дело, продуктовнеры, как бы, и, соответственно, с той стороны, лиды или я, мы прошлись по этому скопу и сделали выбор. То есть такая получается, как бы, это не монархия, так что один человек продиктовал полный список условий. Ну, скорее всего, вот у меня не хватит квалификации на это. Но и не полнейшая демократия. Вот, примерно, такой путь. Спасибо еще раз. Так, а давайте мы из онлайна тоже коллег подключим. Так, слышно нас? Прошу. Спасибо за доклад. Меня зовут Василий. В докладе Вы упомянули такую штуку, как автоматизация проверки требований. Вот что это подразумевается? Просто, ну, для меня, да, что это значит? Требования можно проверить, например, тестами, да? Но здесь встает вопрос, как обеспечить полноту и, скажем, ну, достаточность тестового покрытия, да? Вот что у Вас в этом направлении было сделано? Можете поподробнее сказать? Давайте подробнее расскажу про, что именно из требований было покрыто. Требований к описанию артефакта, если быть точным. Часть артефактов, ну, достаточно тяжело взять, как бы просто так проверить. Но вот в первую очередь, как бы что старались автоматизировать по проверке, я, по-моему, это уже говорил. Один из артефактов – это свагер-спецификации. Легкость с ними работы, в первую очередь, за счет высокой структурированности и легкости инструментов для того, чтобы ты мог это программно сделать. То есть, начиная от того, что есть библиотеки свагера, которая тебе позволяет его десерилизовать в какой-то класс с ним поработать. Ну, и заканчивая тем, что это вообще-то ямал, и ты там чуть ли не чем угодно его можешь прочитать. Мы отдельно описали, как бы, отдел, раздел целый, как эти свагер-контракты должны будут выглядеть. То есть, какие там поля обязательные, какие форматы, я не знаю, стили у него должны быть. Потому что есть, допустим, необязательные поля, там, Operation ID для метода, хотя они очень удобные для использования. Пояснения для полей, description, экзампы для полей очень удобные, особенно, как бы, если у тебя там гигантские DTO-шки. То есть, это был такой список условно-стилистических требований. По этому списку ребята из тестирования написали утилиту, которую включили в пайплайн, работающую с этими артефактами, которая выдает набор замечаний. То есть, ну, сейчас это не блокирующий пайплайн, потому что мы это не сразу сделали, у нас много накопленных расхождений. То есть, целевые требования, они написаны там позже, сами контракты ранее, и постепенно, как бы, это устраняется. Ну, то есть, говоря про инструменты автоматизации для проверки требований, я имел в виду, в первую очередь, вот мы, как бы, производим артефакты. Они должны быть как-то оформлены, чтобы повысить одинаковость их между информационными системами. И мы на эти же требования стараемся писать какие-то утилитарные вещи. Ну, такая штука. Я понял, спасибо. Спасибо за вопрос. Раз, раз. Добрый день. Меня зовут Константин. Вопрос, скорее, про человеческий фактор. Унификация, понятно, штука важная. Чем больше людей, тем важнее все как-то иметь в унифицированном виде. Унификация приводит к бюрократизации почти наверняка. Это тоже правда жизни. И ситуация в том, что в бюрократической системе неизбежно появляются люди-бюрократы, которые, скорее, просто все правильно делают, правильные отчеты составляют, но в сумме для процесса они, возможно, даже скорее вредны, чем полезны. И с этим тоже большие компании сейчас сталкиваются. Есть ли у вас какие-то советы, как, я не знаю, избегать вот этой ситуации, или как, я не знаю, очищать, держать коллектив здоровым вот в этих условиях? Да, отлично слышать такой вопрос с названием «Почта России» и про бюрократов. Спасибо. На самом деле он непростой. Не уверен, что у меня есть прямо какие-то готовые вещи, которые позволяют взять и применить это у вас или еще у кого-то. Потому что у нас свой условно бэкграунд, достаточно крупная распределенная система и команда, и они могут быть неприменимы в других командах с другой организационной структурой. Но могу отметить следующее, что за счет того, что мы у себя внутри отдела выстроили эти процессы, то есть мы начали внутри эффективно работать, у нас как бы нет букса, ты понимаешь, что ты должен отдать. У тебя условно за счет процесса не получается отдать что-то, чтобы ты там занимался итальянской забастовкой и буксовал. То в таком случае процесс производства – это же пайплайн, и на наших участках пайплайна это стало стандартно достаточно быстро проходить. И ты начинаешь видеть, где у тебя проблема. Либо к тебе начинает медленно поступать или неадекватно, потому что ты знаешь, что спрашивать с предыдущего этапа, который тебе поступает. Или дальше, условно, ввод в эксплуатацию, что у нас там за заработкой уже больше ничего нет, то ты, выстроив у себя внутри команды, внутри отдела хороший процесс, ты становишься маркером существующего глобального процесса. Наверное, я бы все-таки порекомендовал, сорян, общая фраза, но начни с себя, правда, со своей команды, со своего отдела. В первую очередь, чтобы у вас было все хорошо. А потом посмотри, где начинать тормозить – на входе или на выходе. Спасибо за доклад. Меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. Вот у вас там на слайде были достаточно сложные диаграммы, которые появлялись на этапе анализа. И вы сами тоже упомянули, что должны быть достаточно сильные аналитики. Вот у меня вопрос, они у вас были или как они появились? А, это показывается. Вопрос очень правильный. У нас аналитики действительно были сильные, но тут, смотрите, есть нюансы. Например, там тот же секвенс, он подразумевает взаимодействие компонент по конкретному протоколу. Или с очередью, например. Нет гарантии, что твои текущие аналитики это знают. Потому что они скорее про процесс. То есть они, вероятнее всего, тебе отлично BPM нарисуют. Или там activity, логику этого протекания процесса. А вот перенести это на секвенс и учесть какие-нибудь HTTPS ошибки или еще какую-то специфику, им будет несколько сложнее. Да и вообще некоторые там особенности взаимодействия. Ты же там и фейловер должен всякие отказы как бы учитывать при проектировании, правильно? А это же артефакт, тот, который артефакт проектирования выдается. И на этот счет тут уже идет как бы командная работа. Ничего страшного, если аналитик не обладает этими компетенциями, но есть компетенции, которые может предоставить системный архитектор или лид разработки. Мы это достаточно часто практиковали. То есть у нас на самом деле есть как бы стык. У тебя есть проектирование, у тебя есть разработка. И когда этап проектирования что-то подготовил, он это передает разработке. Было бы очень странно, если бы разработчики вообще никак не участвовали и по факту смотрели задачи. Для этого у нас есть, допустим, как минимум процесс презентации, где ты можешь поработать с секвенсами. За счет того, что разработчики, элит, знают, что хотелось бы получить качественные артефакты, то они помогают аналитикам, то есть они совместно работают. И он, как разработчик, предоставляет свои технические компетенции в этом процессе. А аналитик аналитический, чтобы описать процесс и собрать, например, функциональные требования. Вот примерно такую синергию мы организовали. Потому что в противном случае это была бы либо нерешаемая задача, либо ты идешь, набираешь кучу системных архитекторов. А это тоже утопия, потому что заставить системных архитекторов толпу собирать функциональные требования, общаться с бизнесом, вероятно, скиснут быстро. Так что примерно вот так. Аналитики, лиды и поддержка системного архитектора. Окей, коллеги, давайте мы поблагодарим нашего спикера.